Автобус на праздник получил Вологодский детский дом номер один. Этот подарок учреждение получило по случаю юбилея 25-летия. Это первый в России детский дом семейного типа, где живут братья и сестры. На праздник, который прошел в Вологодском театре для детей и молодежи, приехали друзья, выпускники дома и члены попечительского совета. На торжественном мероприятии побывал Сергей Зыбин. В большую дружную семью приехал и заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Гость праздника привез из Москвы большой подарок для детей. Однажды мы оказались здесь, в этом детском доме, это было год назад. Нас пригласили на юбилей этого детского дома. Вот сегодня 25 лет детскому дому. И, конечно же, нельзя в этот юбилей приехать без подарка. Я обратился к министерству по чрезвычайным ситуациям. Они сделали все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку детскому дому. И вот передадут в эксплуатацию этот автобус, микроавтобус. Он им крайне нужен. Вместительный микроавтобус оказался очень кстати. Дети часто принимают участие в международных конкурсах и олимпиадах в других городах. И теперь у ребят есть возможность быстро и безопасно передвигаться на самые дальние расстояния. Помощь детскому дому оказывает и попечительский совет, председателем которого является депутат законодательного собрания области Марина Денисова. Она часто навещает ребят и не могла не прийти на их большой праздник. Мне очень хочется пожелать нашим воспитанникам, чтобы они также хранили и сохраняли семейные узы, чтобы дружили все вместе. И мы, конечно же, отслеживаем всю дальнейшую судьбу наших выпускников и со всеми дружим. И у нас уже больше 30 внуков появилось в детском доме. И вот эти семейные традиции, они самые важные. Вологодский детский дом семейного типа был открыт в 1989 году специально для детей-сирот из многодетных семей Вологодской области. Братья и сестры живут тут вместе, в просторных коттеджах. И сами создают уют в квартирах на правах хозяев. Поэтому атмосфера по-настоящему семейная. Но без наставников и воспитателей все это было бы невозможно. Поэтому воспитанники с особым теплом вспоминают своих мам. Редактор субтитров А.Семкин